Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем про фигму и сегодня наконец-то немножко порисуем. Итак, в прошлом видео я обещал показать, как я рисовал велосипед. В принципе, вроде действия простейшие, его рисовать две минуты, но на его примере рассказать можно почти про все, что касается собственно рисования, работы с инструментами. Итак, про управление. Колесо мыши крутим, двигаем вверх-вниз. Зажимаем Ctrl и крутим, приближаем и удаляем изображение. Нажимаем на колесо и двигаем мышью, двигаем изображение. В принципе стандартно для графики дизайна видеомонтажа. Такой вот ужасный велосипед. Где-то скачал некачественный набор. Начинаем с шейпов. Форм. Звезда. Опять же стандартно для графики и дизайна. Просто растягиваем, получаем неправильную фигуру. Растягиваем, удерживая shift, правильную фигуру. Ну в смысле квадрат, круг и так далее. Звезда нам не нужна. Удалить, выделяем фигуру и delete. Нам нужен круг. Начнем с колес. Удерживаем shift, получаем круг. Такой вот серый круг. Но на самом деле заливка нам не нужна. За заливку отвечает вот эта закладка fill. Тут есть дополнительные настройки, например градиент. Если успею, расскажу. Тут настройки цвета. То, чем пользовались и настройки цвета по проекту. Фича удобная, если есть брендбук. То есть установленные и заверенные цвета организации. Тоже расскажу, хотя понимаю, что не успею. Но цвета нас на самом деле не интересует, поэтому мы его просто отключаем. Нас интересует строк. Обводка. Здесь выбираем толщину линии. 3 пикселя. Вот. Колесо есть. Теперь нарисуем раму. Линиями рисовать мне кажется глупо. Выберем, пожалуй, пен. Перо. Ну и тут все просто. Поставили точку. Поставили вторую. Они автоматически соединяются в прямой линии. Если это не кривая безье. О кривых безье у меня есть отдельный скринкаст. Ссылка в описании. Также если зажать shift, то это будет либо идеальная вертикальная прямая, либо горизонтальная. Либо диагональ под углом 45 градусов. Другие прямые программа вам просто не позволит провести. Но здесь явно не 45 градусов. Значит отпускаем shift. Ставим точку. Она кстати видите даже без shift показывает, что это идеальная горизонтальная прямая. Поотсвечивая ее красным цветом. Третья точка. Замкнули фигуру. Тут у нас тоже 3 пикселя толщина линии. И продолжаем рисовать. Когда вы не можете замкнуть фигуру, как сейчас, возникает небольшая проблема. Он хочет продолжать линию, а вам ее нужно оборвать. Просто нажимаете escape один раз и все. Ну и дальше в общем рисуем велосипед. По аналогии. Все. Приставляем колесо. Теперь если нажать alt и подтянуть колесо, то он его скопирует. Так копируются любые выделенные объекты, в том числе составные. То есть состоящие из множества слоев. Ну вот. Такой у нас получился байк. Кстати почему то, что мы рисуем расположено по верхней качественного исходника, как программа поняла. В соответствии с иерархией вот здесь. Если мы возьмем велосипед и перенесем его выше нашего рисунка, то он окажется над ним. Так он под велосипедом. А так мы можем его положить вообще под красный ректангл и покажется, что он пропал. Но на самом деле он никуда не делся, он просто лежит под прямоугольником. То есть тут проще, чем с сусликом. Тут он точно есть. Ну мы его, пожалуй, просто удалим. Ну и все. А нет. Забыл педали. Что же это за велосипед без педалей? Ctrl-Z. Вернем удаленный слой. Педали. И сиденье все-таки переделаю. Какое-то это не сиденье, а издевательство. Так. Вот мы выделяем объект и он удаляет его целиком. Целый объект это тот, который до двойного эскейпа. Сейчас попробую объяснить. Вот мы рисуем. Кстати есть еще Pencil. Он просто рисует. Без точек. Но при этом это все равно вектор. Итак. Нарисовали. Нарисовали. При том, что выглядит как будто это две разные фигуры, это одна. Если мы меняем толщину линии, получаем вот такую несуразность. Вот мы нарисовали вроде три разных объекта, но на самом деле это один объект. Вектор 2. Когда тяжело выделять, просто переместите объект повыше. Что делать? Нарисовали, нажали Escape и еще раз Escape. Тут даже видно, что фигура завершена. И теперь рисуем заново. И спокойно меняем толщину. Это у нас теперь отдельная фигура. Все. Велосипед готов. Ну такой не идеальный, но нормальный. Масштаб можно менять и здесь. И теперь выделим все объекты и объединим с помощью команды Group Selected. Просто чтобы не путаться потом. Вот у нас эта группа. Переименуем. Ну и собственно все наши векторы там. Ну и все. Alt и копируем велосипедик дальше. И сюда. Вот видите, кстати, он провалился. Пропал. Куда делся? Просто он лежит под красным прямоугольником. Надо его оттуда вытащить. Удалим бракованные слои. Ну в общем конечно я рассказал многое, но далеко не все. Даже для обзорного скринкаста. На самом деле я посмотрел. Мне казалось, что приложение достаточно простенькое, но оно вполне решает и непростые задачи. То есть оно оказалось гораздо круче, чем выглядело на первый взгляд. Так что я сделал бы еще пару видео по этому приложению. Но как всегда, все в ваших руках. Голосуйте лайками и комментариями, а еще подписывайтесь на наш канал. Ну и любите друг друга.